всем привет с вами снова трибунал и сегодня хотелось бы поговорить о наследниках или так называемых спиногрызах просто народе значит немножко краткий будет экскурс так как начало где взять мы уже снимали видео вместе с обновлением примерно нужно две недели чтобы он первый ваш наследник вырос до 90 уровня уже с 90 уровня он начинает с вами вместе сражаться и уже приносит пользу переносит часть статов вам и тому подобное значит сколько статовой и как значит изначально идет 10 процентов от всех статов наследника то есть при прокачке уровня соответственно стат увеличивается также есть еще вот у них способность да вот здесь вот лепестки вот эти прокачиваются дает статы определенные каждый вот и вот от этих статов до 10 процентов переходит сразу же вам также есть еще чипы вот резонанс сюда можно вставить чипы вот явно основе на первом покажу здесь уже есть значит в русской локализации здесь ошибка здесь вот пишут чип физической атаке преемника переходит к врагу как врагу нормально игроку значит здесь не физическая атака синие это физическая защита зеленые это магическая защита красные это физма атака из золотые или желтые это хп то есть дополнительно еще благодаря этим чипом переносится часть статов здесь можно посмотреть мне маг защита 3 9 проценты и физма атака 46 процентов еще дополнительно также базовые характеристики 10 процентов приходит в основу стата в принципе мало вот то что переходит это вообще мизерные статы на самом-то деле которые переходят но кроме того что они переходят сам наследником тоже как бы файтит и пока у него статы слабые но в дальнейшем будут шмотки значит шмотки будут со 105 уровня будут создаваться за вот такие вот кристаллы дальше будут 115 уровня будут создаваться следующий кристалл эти кристалли берутся в промежутанных промежуточных данжах то есть это будет у нас 105 данж делаем вот вот этот вот данж да и вот здесь будка и стал один только кристаллов будет падать пока неизвестно но я думаю что через недельку уже будут 105 уровни соответственно появится первой шмотки будут видно сколько кристаллов падает дальше смотрим то что можем создать фиолетовую золотую типа фиолетовую рыжий или золотую соответственно на фиолетовую нужно всего лишь два кристалла 8 кристаллов нужно на рыжие на золотую 24 соответственно я думаю что есть смысл сразу воткнуть везде фиолетовые по кристалла и потом уже копить на золотые вот статы у них физ от маг атака полторы 2 и 8 значит здесь что у нас вот крит сопротивление криту в принципе статы изначально уже есть вот можно посмотреть по шмоткам магически раскол сопротивление криту маг защита декрит у нас было я видел шапки на вот крит 2 300 в принципе ну не немного но немножко будут также уровень самого наследника не может превышать уровень хозяина собственника игрока я не знаю но сейчас у меня 103 здесь 101 уровень в принципе уже скоро добудет будет как больше не нельзя значит сколько в день можно а подпись если у нас есть адам например я сейчас от ну можно 50 тысяч в день да вот здесь вот есть описание то что и можно в день всего лишь 50000 опыта получать 50000 опыта это у нас шесть больших вот таких раз два три 4 5 6 и одна маленькая если вы нажмете 7 больших соответственно вы используете 7 но опыта все равно даст только 50000 это не целесообразно как качать лучше ребят ну сначала советую вкачать всех до 90 вот потом уже одного кого-то поднимать выше почему всех до 90 потому что вы просто в пвп выставляете их всех и они по очереди появляются какова система появления если вы можем не уже кто-то в группу пригласил так секундочку нет там у меня на молнию я на молнию пока не пойду так извините маленькая такая ремарочка значит как они появляются появляются они по очереди убивают первого сразу же появляется второй на первом идет откат 30 секунд убивают второго сразу же он идет откат 30 секунд и появляется 3 убивают 3 и появляется первый но если у первого прошли 30 секунд отката соответственно то бишь есть такой лайфхак способностях можно они вас не способностях а в навыках навыки кстати появляются с 90 уровня у них можно выставить такие вот если не ошибаешь это вот этот наследник будет неуязвим в течение пяти секунд и еще один есть где-то тоже еще о том что наследник ангел на день не здесь вот здесь не видно ладно короче на 5 секунд он будет неуязвим соответственно если на всех трех то это по 15 секунд ну можно на пустых то есть вот где пустой где ничего у вас нет вы не прокачиваете вы можете поставить сюда такой чип навык не чипа навык чтобы 5 секунд больше жил чтобы успел 1 откатиться но к примеру 1 сейчас я прокачал лепесток до сотого уровня при этом первый кап идет на сотки и соответственно нужно уже будет по 2 игрушки уже 40 камней они 20 как изначально то есть до сотки всем советую прокачать там получается что недорого 12000 по моему камней это в принципе приемлемая цена и пусто там получается неплохо прирост именно на от своего наследника вот даже хп взять почти 2 ляма уже да то есть это уже нормально 2 ляма хп это при приемлемое количество его не так быстро убить а за в принципе вот скоро появится еще шмотки еще немножко можно будет прокачать опять же здесь еще немножко по уровню и пойдет типа немножко прирост и он будет живучее в принципе я вот как я советую да в дальнейшем нужно всех троих но я советую качать одного а на вот этих двоих воткнуть навыки на чтобы они немножко жили почему жили что это дает в пвп они очень сильно бесят потому что сбивают таргет вот прям сильно бесит это вот они перетягивают на себя таргет и вы промахиваетесь вливаете проказ не туда и очень часто в моего наследника даже там и ультят и что угодно то есть но это реально пвп вас спасает есть такая вот судьба на приклад прокачки судьбы вам даются статы статы даются не вам статы даются наследник у наследника есть вот шкала статов и соответственно эти статы на это определенные характеристики вот и вот это вот судьба ее качать нужно на первом я ошибся я немножко включал на втором немножко на третьем но я вообще в принципе советую вам все качать на первом при прокачке судьбы увеличивается количество открытых навыков вот здесь соответственно здесь при 20 откроется еще навык и здесь по моему при 30 откроется навык если я не ошибаюсь и пассивные соответственно кроме того что вы можете открыть все навыки навыки разные рассматривать не буду только вот первоначальный вот этот вот навык вот можно сменить принципе видно что здесь еще из-за навыки но они ну то есть нет нецелесообразны этот навык уменьшил наносит урон раз примерно в 5 секунд к стоит очень часто наследник он наносит урон также станет на 2 секунды либо же снимает 2 секунды неуязвимости ну главенство очень классная штука я вот ну еще вот такой вот навык он больше в пве чем чем в пвп наверно но шансы очень маленькие вероятность пять процентов уменьшение двойной защиты на 10 процентов ну такое но если пройдет типа спасибо не пройдет он бог с ним также все навыки можно увеличивать улучшать то вы можете ведь еще один купить навык и улучшить его до второго уровня соответственно повысится какие-то характеристики также здесь вот урон повысится например но чтобы их улучшать выше и выше уровня соответственно вам нужна судьба судьба определяет количество навыков количество пассивных активных навыков максимальный уровень навыка и количество чипов вот и вот этих то есть в итоге можно будет открыть все здесь пока пишет 25 уровень судьбы но это вранье вот здесь 25 не не знаю сколько откроется он будем смотреть дальнейшем по тому как будет чипы вот есть фиолетовый они в принципе не дорогие 500 500 камней есть золотые они уже по полторы тысячи по моему и есть типа мега крутые золотые 3 уровня которые идут уже в редком но еще никто не продавал соответственно их нет но там цена будет около семи десяти тысяч если они 7 3 10 тысяч если я не ошибаюсь вот примерно вот таком диапазоне у них будет стоимость но стоит ли покупать здесь два и два процента здесь 18 я думаю что нет в принципе можно вот затыкать все вот эти по полторы тысячи в дальнейшем и переносить себе на основу статы этого будет достаточно так ну вроде все рассказал из того что именно нужно но есть гардероб можно как бы переодевать также можно красить но краска только за донат донат нам по 12 купонов вот краска этого того не стоит соответственно но я видел уже да и также есть очарование соответственно от наборов я думаю в дальнейшем тут еще будут какие-то шмотки и тому подобное вот эти вот шмотки вторые которые у меня есть они даются при получении первая шмотка дается при получении наследников по моему а вторая при прокачке вот этого оценки до 50 уровня всех веток по моему если я не ошибаюсь дают бейсболку вот такую вот бейсболку а для девочек бантик вот в принципе мне наверное все сказал ждем 105 уровень получим шмот будем одевать смотреть как изменятся статы всем спасибо всем пока пишите ваши комментарии ставьте лайки все удобно